Здравствуйте, и правильно ли я вас понимаю, что ваши чувства к ней пропали, ваши чувства к вашей женщине ушли, остались одни лишь только проблемы бытового характера, но вы при желании с ней расстаться, не бойтесь этому сделать, потому что ванна не позволяет оставить ее без работы и без средств к существованию и к погашению долга. Если так, то смотрите, какая ситуация получается. Если раньше вы были вместе, потому что вам так хотелось, были чувства, была страта, все было, теперь ничего этого нет, вы по сути соседи, вы друг друга вынуждены терпеть, потому что она зависит от вас. Соответственно, что можно в этой ситуации сделать? Поскольку она зависит все-таки от вас, чувств у вас уже к ней нет, и у нее к вам, как я понял, тоже, то можно предложить следующее. Поскольку сейчас вами обоими руководит лишь холодный расчет, по крайней мере, ей руководит холодный расчет, а вам и совесть. Но чтобы прийти к некому компромиссу, нужно договориться. Просто съесть и договориться, кто и что из вас делает для того, чтобы обеспечить совместный быт. Прямо просто составить на бумаге договор по взаимным обязанностям и взаимным, значит, собственно говоря, правам. И этому договору следовать. В идеальном случае, если вы оба будете придерживаться этого текста, который вы составите вместе, вы сможете избежать раздражения. Она погасит свои долги, а вы сделаете доброе дело, которое вы хотели. И поскольку ситуация зависит от вас, то есть вы имеете полное право, допустим, с ней порвать, ее обвеселить и так далее, то она, если заинтересована в том, чтобы сохранить жилплощадь и сохранить доход, по идее пойдет вам на уступки. Ну а если нет, то у тебя может искать прости, дорогая, либо так, либо никак. Потому что если оставить все, как есть, то вы можете довести себя до нервной болезни и до прочих заболеваний на нервной почве, от постоянных стрессов. Благие намерения – это хорошо, но когда благие намерения, не имеющие отношения к чувствам, с этими самыми чувствами соединяются, получается не очень хорошая ситуация. И вы сейчас, наверное, уже жалеете, что взяли такую ответственность на себя. Жалеете, что женщина от вас зависима, но деться уже некуда. Поэтому я вам и предлагаю вариант договора. И задали, подчеркнули, напоминайте ей о том, что благодаря вам она все-таки в Москве живет и имеет возможность работать и погашать свои долги. Напоминайте ей о том, кто вы и что вы для нее делаете. Это будет справедливо. И если вы видите, что человека это не отрезвляет, если вы видите, что она по-прежнему предъявляет вам претензии и так далее, значит, это неблагодатный человек. И с ним не нужно иметь дело. Она не оценит ваши труды, а вы лишь только будете страдать. Решать вам, как поступать в итоге. Надеюсь, предложенные варианты вам помогут. Если понравился мой ответ, сделайте его, пожалуйста, лучше. Буду благодарен. Пока. Желаю вам удачи. Всего доброго. И принятия верного решения.